Вот этот московит вовремя не помолился в надувном храме. Пускай его душа останется на небе, ведь это небо цвета его глаз. А этот потерял свой браслетик из бусинок и плохо окурил окоп. Ну а этот вообще пошел просить защиты от пули снарядов к буддийским ламам. Выжить ламы не помогли, но зато отпели. Бонусом, так сказать. Без слез смотреть невозможно. Давайте откроем матрешку и узнаем, каким средством защиты от неминуемой смерти на украинской земле прибегают российские оккупанты. Что готовы носить, кого просить и кому молиться, лишь бы не сдохнуть. Ну это просто переходит всякие границы. И почему это не помогает? Российские мобилизованные перед боем окуривают друг друга и окопы чабрецом, и корой пихты. Читают молитвы, носят с собой иконы и обереги. Сбрасывать на головы пастве божьи храмы командование армии РФ начало уже давно. Значит, храм в сложенном виде весит около тонн. Сбросил, надул, помолился, сдул. Удобно почти так же, как резиновая кукла из секс-шопа. Удовольствие, правда, не то. Но в конце концов это же о духовности. И опять же о защите высших сил. Но сбрасывать с самолета еще и батюшек оказалось проблематичным. Некоторые сопротивлялись. Поэтому была предложена новая модификация храма, уже наземная. Его перевозит специальная машина. В надувных храмах смогут молиться российские военные в зоне боевых действий. Инновацию представила РФПЦ на форуме «Армия-2023». В машине есть туалет, спальные места и холодильник. Снабжены ли храмы надувными крестами и надувными мощами, не сообщается. Но, как бы там ни было, российские военные последнее время почему-то предпочитают другие средства защиты. Жители республики Тыва приходят к шаманам с просьбами защитить своих родственников, которые участвуют в российской агрессии против Украины. В самом бедном регионе России шаманам верят больше, чем властям или пропагандистам. Ведь здесь живет главный шаман России – Кара Оол Добчун Оол. Меня обычно называют люди Краснодарского райа дедушкой. На своем рабочем месте дедушка шарашит по полной, поджигает веточки можжевельника и окуривает фотографии подопечных солдат. По его словам, этот ритуал должен защитить их от пуль. Чтобы они здоровы были, успешнее были. Также дедушка периодически обращается за помощью в разные неофициальные инстанции. Мы просили у предков, Тухов предков. И Тухов рек, наши могучие инстанции. И Тухов аржанов, источников. Тухов гор, Саянский гор. Субтитры создавал DimaTorzok Буряты тоже пытаются защититься от гибели на фронте. Чем они хуже тувинцев? Вот глава Иволгинского района Бурятии Николай Яманаков передает мобилизованным буддистские ритуальные шарфы, ходаки и обереги. Чтобы у вас все хорошо было, ведите всегда их с собой. Всю ночь ламы молились, освещали их, чтобы они защищали и оберегали мобилизованных. Но это не помогло. Может, там в Бурятии буддистские ламы неправильные? А бывает вот это, которые были обращались, вот буддисты, ламы. Потом возвращаются к другу. Несмотря на все пляски с бубнами и другие ритуалы, Бурятия сегодня находится на почетном втором месте по количеству погибших в Украине военных в пересчете на душу населения. Тыва на первом. Такова она, жесткая конкуренция между буддистами и шаманами на рынке магических услуг. А что же православные? Они не отстают. Тоже ударились в язычество. Ниточки и бусинки с особым смыслом помощь нашим солдатам в зоне спецоперации может оказать каждый и даже самые маленькие жители республики. И если где-то в Азии комлают дедушки-шаманы, у русских православных магией занимаются детишки. На уроках труда, в рамках школьной программы. Знаю, что этот браслет будет оберегать солдатов. Чтобы они вернулись живыми и без раненых. Всего такого добавить. Пусть наши браслеты защищат наших российских воинов от опасностей и врагов. Чистые невинные ручонки российских детишек – надежная гарантия от прилетов, обстрелов и штурмов. Учительница-патриотка в этом уверена. Вещи, сделанные своими руками – это наиболее мощные обереги, поскольку перенимают позитивную энергию. Но это не точно. А потому родственникам мобилизованных не помешает пошаманить самостоятельно и обучить этому готовы все, кому не лень. В этом видео я дам вам ритуал защиты, сделав который, вы будете уверены, что ваш сын вернется домой к вам живым и невредимым. Любой православный батюшка, хоть настоящий, хоть надувной, скажет, к христианству такие ритуалы никакого отношения не имеют. Но какая к черту разница, если шанс вернуться в семью в черном мешке? С каждым днем все реальный. Одна восковая свеча, спички. Свеча не обязательно церковная. И капля вашей крови. Июнь, июль, август. Далее, в середину восковых капель, капаем каплю своей крови, читая заговор. Завязываем узел. И еще раз читаем слова. Судя по комментариям под видео, россияне на полном серьезе полагаются на этот обряд. Здравствуйте. Стоит ли покупать бронежилет сыну? Или этой защиты будет достаточно? Конечно, достаточно. Даже не сомневайтесь. Слово наше крепкое, как в огороде репка. Особенно, если военнослужащий умеет правильно пользоваться оберегом. Военнослужащий должен, ну, скажем, носить в кармане. Или повязать на руку. Также можно зашить его в одежду. Или личные вещи. То есть, он должен находиться с ним на протяжении всего времени службы. Надежной альтернативой бронежилету являются также разнообразные поделки и письма российских школьников. Придем в живое время. Каждому спасибо скажу. Конечно. Каждому ребенку спасибо за письмо. Так что, ну его тот бронежилет. Тяжелый и стоит недешево. Да и свидетели чудотворных амулетов подтверждают. Именно они спасают жизнь, а не какие-то там бронежилеты. Вот и он просил, чтобы мы ему с формы отрывали шеврон с иконкой от фонда «Звезда Элира». Потому что, ну, он искренне верил, что именно он его спас. Надеемся, что сейчас мы не очень разочаруем российских захватчиков. Но эффективность оберегов, амулетов, псалмов и шаманских камланий, мягко говоря, не очевидна. Вот этот тувинский дед тоже шаман предсказал капитуляцию Украины в октябре 2022 года. Эта война только к 10-му месяцу будет затихать, когда листья уже пожелтеют. Президент Зеленский будет вынужден капитулировать. И мир и спокойствие придут. Какой нынче месяц на дворе? То-то же. Прогнозы с такой же степенью вероятности дают и разнообразные ведьмы местного российского разлива. Там действительно что-то с родовой веткой будет происходить. Я не знаю, останется ли вообще украинский народ на этой планете или нет. Они же, ведьмы, объясняют неудачи российской армии встречным колдовством с украинской стороны. Ну, то, что там колдуют, они там колдуют, да. Обеспечить безопасность своих солдат Россия, видимо, не в состоянии при помощи техники, амуниции и военных снаряжений. Все ведь разворовано и устарело. Вот и приходится российским ванькам прибегать к сомнительным методам. В ход идет все, и оккультизм, и религия, и талисманы с оберегами. Но никакая магия не поможет им избежать смерти. Ведь украинская армия оказалась гораздо сильнее, чем предполагали российские оккупанты. Субтитры создавал DimaTorzok